Жильцов двух дворов на Базарной этим летом не на шутку взволновали попытки рейдерского захвата части территории между 31 и 33 домом. Неизвестные начали здесь строительные работы, не показав никому документов на проведение таких работ. Они рассказывали, что намерены ремонтировать недвижимость, якобы подаренную им. На вопросы отвечали грубо, а когда местные жители попытались воспрепятствовать вторжению, даже избили одного из соседей. Не дожидаясь, пока у них во дворе вырастет незаконное строение, жильцы обратились во все возможные инстанции, от коммунального сервиса до милиции. Начальник седьмого участка ЖКС Портофранковский в разговоре с посетителями предпочел сделать вид, что вообще ничего не знает. После того, как сюжеты о событиях на Базарной вышли на нашем телеканале, возник явный интерес чиновников к спорной территории. Во дворе побывало несколько комиссий. Последние посетители приходили из отдела борьбы с экономическими преступлениями. Нам Приморский райотдел милиции, отдел борьбы с экономическими преступлениями, передал документы, согласно которым хозяева владеют непонятно чем. Вчера мы пытались, собрались вечерком, всем двором, нас было много, пришли с работы, пытались отыскать это помещение в очередной раз. Ну, это юмор такой черный, но не нашли. Согласно этому решению суда, бывший владелец загадочного нежилого помещения очень много сделал для дома на Базарной 33. И фундамент укрепил, и стены, и вообще значительно улучшил состояние всего здания. Это подтверждает справка из ЖКС Портофранковский, выданная в 2011 году. Правда, квартира, в которой жил упомянутый в документе господин Израилян, находится в фасадном флигеле, построенном без фундамента, так что укреплять собственно было нечего. А вот внутренний дворик, где пытались затеять строительство незваные гости, расположен совсем в другой части двора, рядом с другим флигелем. Не нашли также капитального ремонта, который произвел господин Израилян. Не нашли никаких укреплений фундамента, стен. Сфотографировали эту рухлястью. И вот идем в Портофранковский, хотим попросить боязную комиссию, что может они нам что-то тут обнаружат, может мы так смотрим плохо. А жильцы соседнего 31-го дома решили официально оформить свои права на подсобное помещение во дворе, чтобы впредь обезопасить их от рейдеров. Мы обращались в ЖКХ Портофранковский по поводу, чтобы эту землю взять в аренду. Нам отказали. Потом ходили еще в ГАЗКО, ходили в МБТИ. В общем, везде нам отказали, сказали, что пока существуют эти документы на воздух, то никто ничего не будет нам делать. Вместе с корреспондентом «Новой Одессы» жильцы отправились на прием к новому директору своего коммунального сервиса. Александр Никуляк изучил документы и выслушал посетителей. Комиссия гарантирует, будет. Перед дневный срок только осмотрите, сегодня что у нас получается. Ну, как скажете, мы оставим контактные телефоны. Давайте завтра. Давайте я далеко не буду. Завтра пойдем и все это посмотрим. На следующий день комиссия действительно посетила Базарную. Внимательно осмотрев оба двора, коммунальщики так и не обнаружили упомянутого в судебном решении помещения. Не заметили члены комиссии и капитального ремонта. Свои выводы они обязались предоставить жильцам в письменном виде. Справка будет подготовлена. Справка о чем? К концу дня. О том, что такого помещения в их доме Базарной 33 нет. Все. Они удовлетворены ответом. Очень приятно, что начальник участка, работающий на этой должности не один десяток лет, наконец-то разглядел, что есть и чего нет на его участке. Жильцы надеются, что новый документ поможет им окончательно избавиться от рейдеров. Новая Одесса продолжает следить за развитием событий на Базарной. Месяц назад на горячую линию Новой Одессы обращалась жительница улицы Люздорфской дороги 15А Мария Тюрина. Из-за текущей крыши квартиру пенсионерки шестой год регулярно затапливает. Потолок сыреет, осыпается штукатурка. Также неисправна водосточная воронка. От этого дождевая вода регулярно заливает балкон. Неоднократно Мария Андреевна обращалась в коммунальные службы с требованием отремонтировать крышу. ЖКС Черемушки ремонт делать начал, но так и не закончил из-за нехватки строительных материалов. Тогда спецкорреспондент Новой Одессы общался с главным инженером ЖКС Черемушки. Владислав Распоровский обещал закончить ремонт кровли до конца недели, но по непонятным причинам этого не произошло. Чтобы выяснить, когда коммунальные службы займутся ремонтом, корреспондент Новой Одессы вместе с Марией Андреевной посетил директора ЖКС Черемушки Юрия Панкова. Вам сделали крышу, прошло полгода, она опять начала течь. Правильно я понял? Да. Значит надо доделать, правильно? Так. Адрес записали? Второй вопрос. Придем и доделаем. Еще вопросы есть? Конечно. Когда, например, мы планируем приступить ремонт? Там три вопроса. Я все время напишу, пишу, пишу, пишу. На следующей неделе. До конца следующей недели у вас будут, доделают кровлю, посмотрят, что там надо сделать, там, возможно, пелена сгнила. В результативности работы журналистов горячей линии Новой Одессы не сомневается даже директор коммунального сервиса. Еще раз придется. Ну вы же придете. Человек придет все равно. Да я уже человека попросила, чтобы меня придется. Но это же не мыслимо. А этот человек будет ходить, пока мы не сделаем? Ну, дай бог, чтобы сделали, потому что просто невозможно. Новой Одесса будет следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok